Пообщаться с такой прекрасной танцовщицей, танцором, как Лера, прекрасным тренером. Ну, естественно, как бы творческая была, любила очень музыку. И у меня были кассеты, я уже не знаю откуда, концерты Майкла Джексона. Откуда тогда у родителей были финансы? Мы жили тогда в Нью-Джерси. Перейдем к следующей вехе твоей жизни. 2009 год, партнерство с Русланом. Какие были тогда мысли? Как это произошло? Мы все время жили на этих съемных квартирах, которые прям бабушкины съемные квартиры. Карьера танцора — это выгодно? Все спортсмены, они либо потом каким-то бизнесом должны начать заниматься. Я не могу отработать урок вот так, типа что-то лапшу на уши. Не знаю, урок отучили, ушли. Это были танцы все время. Я реально, я видела себя на этом Блэкпуле. Я видела, как я танцую. Серьезно мне снились эти сны, я это представляла. Ты счастливый человек? Мои эмоции — это и дар, и в то же самое время это то, над чем нужно работать. Ты богатый человек? Да, да, очень. Миллион. Мы готовы, да. Это не записывалось? Это было очень здорово. Блин, ну что, не записывалось? Нет, прикольно. Я не могу понять. Ну ладно. Дай вот так. Ну короче. Пойду под монастырь сразу. Камеры пишут. Приятного разговора. Да, звук у нас тоже все хорошо, да? Да. А можем просто продолжить так разговаривать? Вообще отлично было. Ну, сейчас я предисловие скажу. Здравствуйте, дорогие зрители. Я очень рад вас всех приветствовать на канале. Сегодня прекрасное интервью. Прекрасная возможность. Я скажу, что... Предисловие, да, то, что... Полгода, мне кажется, мы не могли с тобой согласоваться. Что-то типа того, да? Да, потому что я постоянно пишу и Лере, и другим гостям. Вы меня просите новые выпуски. Но вот гости у нас занятые. Крутые, но занятые. И поэтому сегодня невероятная возможность. Ура! Да, пообщаться с такой прекрасной танцовщицей, танцором, как Лера. Спасибо. Прекрасным тренером. Ну что ж, давай начнем с твоего детства. Как ты появилась в танцах? Кто поспособствовал твоему приходу в танцы? Майкл Джексон. Правда? Ну, это смешно, но на самом деле... Как бы я... У меня были кассеты. Я была маленькая. Мне было 6 лет, по-моему, да. Я в танцы пошла где-то 6-6,5. Какой город? Брянск. Я родилась в Брянске. Я дома всегда танцевала. Вот все эти семейные какие-то посиделки, когда взрослые собираются. И всегда устраивали с моей подружкой какие-то выступления, концерты у нас были местные. Ну, естественно, как бы творческая была. Любила очень музыку. И у меня были кассеты. Я уже не знаю откуда. Концерты Майкла Джексона. И я все время смотрела, слушала, обожала его музыку. И как-то даже пробовала двигаться. То есть... Ну, и друзья мамы сказали, ну, слушай, надо что-то с этим делать. Надо куда-то ее определять. Потому что какие-то задатки были. И меня сначала отвели, ну, как, наверное, в каждом городе. Там есть россияне, да, русские народные. У нас был набор во дворце Бенза. И меня туда отвели. Сказали, что маловато, приходите через год. И ровно через дорогу, дворец Юность, тоже был набор деток на бальный танц. Меня туда отвели. Я, как сейчас помню, потому что мой тренер, она сейчас очень близкий мне человек. Моя крестная мама, она меня увидела. Я была, значит, в джинсах, в подтяжках, в таких ботах. Такая вот боевая. Подожди, крестная мама это фигура речи? Нет, это реально моя крестная мама теперь. Да, то есть когда я, ну, на тот момент она... А, ты не была крещённой тогда? Нет, ещё не была. А, понял. И поздно меня крестили. Она меня, как бы, увидела. Все, как бы, девочки, значит, там, бантики, юпочки, балетки, все такие милые. И, значит, говорит, ты заходишь такая. И она сразу говорит, так, что-то тут интересно. И сразу как-то буквально меня отвели в сторону. И как-то определили... Там, наверное, какие-то были группы. И меня как-то сразу определили в какой-то там, не знаю, основной состав, не основной состав. Потому что всем деткам сказали приходить на следующей неделе там Восток это. А я выбегаю и говорю, а мне вот сказали Восток это. Мама говорит, ты, наверное, что-то перепутала. Я говорю, нет, мне сказали Восток. То есть у меня уже куда-то там в другую группу. И я вот как помню, что я когда начала заниматься, это было как-то сразу серьёзно. То есть это не был кружок, просто вот раз-два в неделю как-то у меня постоянно были группы индивидуальные сразу же. Насколько это важно? Насколько это важно? Да, потому что многие родители также приводят там своих детей 6-7 лет или 5, может быть. И, ну, так потихонечку посмотреть, как понравится ребёнку. Насколько важно сразу понять вот эту важность танца и внедриться в эти танцы их полный режим, так скажем. Я не знаю, наверное, надо смотреть по ситуации, по тому, как ребёнок к этому относится. У меня как-то, наверное, сразу, может, увидели, что-то есть такое творческое. И как-то сразу меня взяли в охапку. Мама просто, как бы, знаете, как хороший родитель, не пропускала тренировки, водила на танцы. И у меня как-то, ну, не было вот... У нас танцы всегда были в приоритете в семье. То есть не было такого, что, ой, а поехали туда, а у меня тренировка, ну, да ничего страшного, пропустим. Потому что я, например, даже по себе со своим ребёнком понимаю, что вот это проблема. То есть если надо там уехать на отдых или надо уехать к бабушке, мы не смотрим, мало там тренировки. А вообще, как бы, наверное, вот этот момент режима и стабильных занятий поначалу, чтобы понять вообще, куда это двигается, это очень важно. Ну, родители часто, ой, туда возить далеко, ой, сюда, а у нас как-то это не было, что надо возить, значит, будем возить. И это вот, наверное, правильно. И меня как-то сразу взяли, сразу как-то поставили занятия, и мы просто стабильно ездили, занимались. И как-то очень быстро пошло. Я не помню, по-моему, через... Я знаю, что это был 1994 год, мы поехали уже на чемпионат Дании, открытый чемпионат Дании. Копенгаген Опа. Да, 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 да. Я была маленькая, не помню, может, 8 мне было. Я 1994 год, я 86-го, считай. Вот. И очень успешно сразу выступили там. Я не знаю, мы, наверное, там, деток танцевали категорию, стали четвертой по латине, правда, по стандарту не очень было. И вот все сразу активно пошло серьезно, как-то так. Откуда тогда у родителей были финансы, чтобы поддержать? Их не было. А как это так получилось? Ну, за границей все-таки, как это тогда получалось? Они были, да, но это всегда было, знаете, как из последнего собиралось. Называется, как в холодильнике нечего сжать, а платье там с пухами и так далее. Опять же, желание родителей. Да, 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 очень. Ну, потому что, наверное, видели, что мне это нравится. Я в этом была полностью погружена. Видели, наверное, какой-то талант. И мама, и тренер. И мама никогда вопросом не стояла. Надо, значит, найдем. Это вот всегда было так. Она мне шила костюмы. Я помню, ночами сидела, шила. То есть, потому что она умела шить. И, в принципе, наверное, всю мою карьеру мне мама моя шила костюмы. Это уже потом появились спонсоры. Вот, поэтому как-то мы всей семьей, даже моя сестра старшая, которая возила меня также на тренировки, как-то мы все были сплоченны одной идеей. И это сразу пошло, сразу были результаты какие-то, ну, детские, конечно, по области, допустим, там, ну, Брянская область, Калуга, там, смотри, вот эти все города рядышком. Мы туда выезжали, выигрывали. Ну, в общем, вроде как там заездили на местность. Вот. Ну, в Москве, я тогда помню, когда мы выезжали на, там, Russian Open какой-то, то, конечно, мы были немножко... Не так звездили? Не, не так, не так. Ну, еще как-то и маленькие были. Ну, я была маленькой как-то, не знаю, я помню, тогда смотрела на всех, на финалистов. И вообще, я помню, когда вот ты приезжаешь с поезда, едешь, по-моему, в Лужниках тогда проходила Russian Open. И вот эти вот просто нескончаемые заходы и пары, и пары, я, не знаю, мне казались все просто мега нереальные. Мне кажется, это просто недосягаемо было. Вот этот уровень танца, все эти звезды, кто там тогда был известный, я уже не помню. Но я вот, помню, своими детскими глазами смотрела и думала, это вот нереально достичь этого уровня. Вот сейчас я так вот, я так вспоминаю, думаю, капец, это ж надо. А представляешь, сейчас вот так же люди приходят, дети, их родители смотрят на тебя. Для меня это каждый раз, вот прям эмоциональный очень момент, когда подбегают дети, люди, когда мне пишут в Инстаграме, вдохновляешь нас, там, спасибо, мы там просто следим, гордимся. Ну, в общем, все приятные сообщения, которые пишут. Вот я вот каждый раз, мне кажется, это про меня, про меня, так вот сюда. Или когда выезжаем куда-то, там, в тот же Китай, это, конечно, просто, во-первых, толпа детей и народа. И когда все вот эти дети бегут и берут у тебя автограф и просят сфотографироваться, мне кажется, это как с кино. Да-да, когда ты смотрел вот эти, там, голливудские какие-то истории, потому что мы тоже с Машей столкнулись с этим в Китае, то, что они, да, очень такие фанатичные. Они фанатичные. Да, и бегут сфотографироваться, пожалуйста, пожалуйста. Еще, я думаю, европейская внешность тоже в том числе. Да-да-да, я, конечно, ну, иногда так думаешь, ой-ой, сумасшествие какое-то, а потом так вот думаешь, блин, для кого-то это может быть реально мечта. Да, я помню, когда там какой-нибудь Донни Бернс приезжал, да, в Москву, как все просто так же бежали и хотели сфотографироваться и взять автограф, потому что это звезды. И, конечно же, вот сейчас вот это испытывать на себе, это... Я каждый раз так как-то скромно говорю, так, ко всем подойти, обязательно со всеми сфотографироваться, обязательно, если надо расписаться, то есть это как... Потому что я вспоминаю себя в детстве, и мне кажется, это очень-очень важно. Да, конечно. Отдача вот это вот, потому что люди любят, люди восхищаются, и надо это ценить, благодарить. Я вот как бы всегда за это. Круто. Без, без, ой, там, я не люблю, когда там люди... Без пафоса. Ой, да, без пафоса. Вот мне это прям, когда я вижу пафос, меня вот прям аж нарежет. Когда я готовился к интервью, я просматривал, так скажем, результаты и ту биографию танцевальную, которая у тебя была, и я заметил интересный факт, что в середине нулевых ты танцевала за несколько разных стран. Может быть, сошли. Правда? Правильно это? Потому что, может быть, тоже там какая-то... Подожди, я танцевала за Австралию. Австралия, Англия. Нет, это, может быть, как-то была какая-то ошибка, может быть, тот же вот партнер Миша, Мизинер, который из Австралии, может быть, один из турниров, он как-то нас либо зарегистрировал за Англией, но это очень странно. Понятно. Может быть, это даже была ошибка. Точно, я, ну, я танцевала, когда была маленькая, то есть в России, потом я уехала в Штаты, мы танцевали за Штаты. С Мишей я танцевала за Австралию, буквально там, по-моему, не знаю, там, может, пару месяцев было, или полгода, я не помню. Вот мы с ним были, Райзен Стар, любители в Блэкпуле, четвертые, по-моему, мы тогда за Австралию танцевали, да. И потом опять за Штаты и опять за Россию, то есть я вернулась в конце, потом за Россию. Как получился вот этот переезд в США, что тебя сподвигло родителей? Изначально, в первый момент, у меня уехала туда мама, у мамы уехала по работе, у мамы родная сестра уже жила там с семьей, и она решила попробовать, тогда был такой бум программистов, все вот уезжали как-то в Штаты, 98-й, по-моему, год. И у нее тоже было это какое-то образование, и она уехала туда, решила попробовать. А я поехала туда, мы некоторое время жили с сестрой вдвоем в России, бабушка нам помогала. В Брянске? Да, 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 в Брянске. И на лето меня как бы отправили к маме. В июне я уехала туда и осталась. По своим желаниям? Да. Что за город? Мы жили тогда в Нью-Джерси, ну, штат Нью-Джерси, Южная Джерси, а потом мы уже жили в Нью-Йорке. Ну, то есть это как бы два штата рядом. Вот, я как бы и по своим желаниям просто, конечно, не хотела уезжать от мамы, и как-то... И, честно говоря, был такой момент странный у меня. Я почему-то думала, что я не буду продолжать танцевать. И как-то вот была какая-то... Потому что я всегда с детства всегда была в режиме. Режим тренировки, ну, поездки, естественно, школа. И как-то вот всегда... Я не могу сказать, что у меня не было детства. Может быть, я еще по характеру такая вот замороченная. Да, то есть как бы можно было, наверное, как-то это делать. Ну, и отключаться, веселиться, беситься. А я как-то все время... Вообще-то тренировки. Вот я сколько помню, я всегда иду на эту тренировку. Холодно, зима, ночи. Я вот иду в эту юность с троллейбуса. И как-то вот все время у меня вот эта ассоциация... Вот я как будто все детство я провела вот в этой юности тренировки. Ну, и, естественно, поездки, поезда и так далее. И как-то, может быть, у меня какая-то... Я не знаю, тут Америка, океан, семьяк, весело. Как-то вот я приехала, и как-то у меня была радость. И я что-то думала, что, может быть, танцев как-то и не буду продолжать. Но мы сходили, попробовались там. Тебе лет 15 было? Нет. Старше? Это был 99-й год. А, младше, наоборот. Получается, где-то 13 лет тебе было. Да? В 76-го. Да. Что-то, я думаю, я в 10 лет уехала. Потому что мамы раньше ездили, а потом возвращалась. Ну, в общем, да. Нет, подожди, я пошла в 6-й класс в Штатах. Ну, да, это где-то 13 лет. Это где-то 13 лет, да? Да. Ну, вот. И как-то уже, когда я приехала в Штатах, ну, как-то, наверное, мама моя, ну, надо что-то делать, надо посмотреть, что здесь, как, надо куда-то меня определять. Ну, и свозили меня на, так скажем, пробу к Виктору Каневскому. Тогда он был, так скажем, известный, вот, ну, и сейчас известный в Америке. Его студия, где Женя Кацевман и Маша Манусова, это вот они там тренировались. И мы, естественно, когда узнавали, это было вот как-то единственное место, где были дети, пары, потому что это не очень популярно. И меня отвели, он посмотрел на меня буквально там 5 минут и сказал, все, берем вообще, забираем. И все, и танцы, мы и продолжились. Прям как-то быстро, но, честно говоря, не так... Результативно? Не так, наверное, серьезно, не так глобально. То есть они продолжились. Ну, то ли то, что у меня не было вот моего тренера, а то, что какая-то такая свобода была, и как-то все немножко по-другому там. Не знаю, то есть жизнь другая, менталитет другой, и как-то все это было... Не было вот этого клуба, да, не было вот этой системы, клубной системы. А мне кажется, это очень важно. Безусловно. То, что есть это в России для именно детского танцевания, это, наверное, вообще номер один. Там немножко как-то все... Да, они при студии, но немножко каждый сам за себя, что ли, да. И это было по-другому. Ну, и, наверное, то, что в Штатах именно получилось, потому что на тот момент как бы в Штаты приезжали все топовые педагоги, да. То есть это все было доступно. Почему-то в России, то ли, может быть, финансово, то ли как-то, не знаю, не было это так доступно на тот момент, когда я там танцевала маленько. А в Америке я вот, ну, то есть все известные педагоги. Эспен Салбрега, Славик Крикли, вы тогда вот с Кариной они танцевали, начали танцевать. И как-то вот все в одном зале, и мы со всеми занимаемся. И это было именно знания, уроки, вот я, наверное, получила там. И это, конечно, да, это очень важно, я считаю. Уроки, знания, правильная школа, база, получилось именно там как-то все это получить. И я этому очень благодарна, что у меня был доступ к этому. Качественная специализированная обувь – залог успешной тренировки и выступлений для каждого танцора. А когда она имеет стильный и лаконичный дизайн, чувствуешь себя еще увереннее на паркете. Мы выбираем лучшие туфли для танцев. АДС – удобная доставка с маркетплейса с возможностью примерить и выбрать подходящий размер. Безупречное качество и комфорт. АДС – выбор чемпиона. Перейдем к следующему, к следующей веке твоей жизни. В 2009 год, партнерство с Русланом. Какие были тогда мысли, как это произошло? Он со своей стороны уже высказался и рассказал, уже рассказал свою историю. Да, у нас была очень интересная история. Как-то нас, я прямо честно скажу, наверное, судьба нас свела, потому что... Я закончила свое партнерство с Валиком Чемерковским в Штатах. И, ну, лучше него в Штатах не было никого. Я понимала, что в Америке, ну, не с кем становиться. Конечно же, самые, наверное, талантливые танцоры – это в России, в Украине. Поэтому я знала, что надо кого-то искать в России. Ну, у меня друзья, естественно, в России были. Я у одних спросила, там, что там вообще, кто там сейчас в России. Двигается. Тогда прошел, по-моему, Russian Open. Rising Star Russian Open. Он выиграл тогда, Руслан, со своей партнершей Таней. Они выиграли. И вот он как-то тогда прям был такой, как это, новый такой талант. На хайпе. На хайпе, да. И мне вот с Россией мои друзья говорят, а вот есть тут такой мальчик, да, вот Руслан Айдаев. Вот классный. Он сейчас там, раз, вот они мне сказали. Потом у меня друзья в Штатах, ну, русские, но в Штатах они говорят, слушай, там есть один малый, короче, Руслан Айдаев. И вот мне раз, второй человек, уже абсолютно, ну, с разных концов, и присылает мне видео его, говорит, посмотри. И я такая, ну, надо посмотреть, что же за Руслан Айдаев, потому что уже как-то там слишком много людей, постоянно говорят про него. И я посмотрела видео, и сразу же моментом, как бы я вот, ну, как бы по картинке, я сказала, мое, да, нравится. Были у меня еще предложения другие. Олег Негров, да, вот тогда тоже с партнершей расстался, он тоже был в Москве. Он говорит, ну, типа, тоже попробоваться давай. Вот, и я через какое-то время, я приезжаю в Москву, до того, как я приехала в Москву, я месяца три жила в Германии. У меня был молодой человек в Германии, я почувствовала свободу, сказала, мама, я уезжаю, поехала в Германию. И, честно, наверное, это было месяца три, может быть, больше, не помню. Я тупо протусила, вот протусила, вот как оно есть. Я, помню, вообще не в режиме, не, вот, не знаю, я гуляла просто ночи напролет. Вот, и когда я уже приехала в Москву, тут как бы надо попробоваться, и я вот понимаю, что я, а, абсолютно не в форме. И как-то вот я прям выпала вот из этой серьезности танцев. И попробовалась я тогда, помню, с Олегом. Как-то Олег был такой, у нас офигенные пробы прошли, и я помню, что он, ну, все, становимся в пар. А как-то так все быстро происходит, все, решаем, становимся, все классно. И вот он, я такая, ну, да, 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 ну, подожди, говорю, мне тут еще надо как бы еще попробоваться. А на тот момент я не знала, как найти Руслана, то есть мы никак не могли с ним связаться. У меня несколько людей, даже в ФСБ, сказали, вот его телефон, присылает его телефон, звонит, не отвечает. Ну, наверное, незнакомый номер не берет. Еще друзья там, вот его телефон, присылает, ну, как бы звонит, не отвечает. Потом еще одна подруга, тут уже, она говорит, Лер, я нашла, вот его номер телефона, я смотрю, тот же номер. Да он не отвечает, не работает. И мои друзья ВКонтакте ему написали. А я, мне так было неудобно, он в паре стоял, я думаю, нет, нельзя, это неправильно, так нельзя делать. Ну, он говорит, да мы за тебя напишем. Представляете, они ему пишут. Он такой, да, да, хорошо, мне интересно, вот мой номер. Присылает тот же номер, который мы уже звонили раз в пять. Ну, в результате он, наверное, этот раз как-то уже, я поняла, да, взял. Понимает, откуда звонят. Да, да, да. И мы как-то вот пока я пробуюсь в Москве с вами, мы договорились вроде как попробоваться в Брянске. И я говорю, Олеж, подожди, сейчас вот я до дома доеду, до Брянска, и потом как бы, ну, как-то в моей голове, что... Ну, просто. Да, просто, ну, как бы надо сделать. А потому что как-то с Олегом как-то все решилось. У нас на тот момент Тона Нюхаген посмотрела на пробах, и вроде как там все, все за. Все решительно были настроены. А Олега, партнерша, Даша Чеснокова, она тогда стала свариком. То есть у нас был бы такой как бы своб, да, то есть... Ну, и в результате я уезжаю в Брянск, параллельно мы забираем Руслана с собой. И я помню, что когда у нас были пробы, я вот так захожу, он уже в поте лица там весь, значит, в танце такой, в форме, загорелый, красивый. А я вообще, я себя на тот момент чувствовала просто ноль. То есть я вот как бы, это вот так, стоп. Думаю, что это же, надо как-то себя в руки брать. Я так, я честно скажу, я растерялась. То есть вроде как, о, там, результатом, по всему, вроде такая звезда приехала. А я абсолютно, то есть мне даже в какой-то момент, когда мы пробовали, сестра говорит, это кто кого тут выбирает? Ты его или он тебя? Потому что он был очень заряжен, голодный. Вот какой, в принципе, наверное, он и есть по жизни человека. Вся вот эта энергия. Он, наверное, где-то за час пришел до пробы, он разминался. И я вот захожу, и вот энергия прет. И я помню, что это были, наверное, самые сложные мои какие-то пробы в плане психологии. Потому что у меня был такой прям шок. Потому что я физически ничего не могу сделать, как я знаю, могу. У меня нет сил. Я понимаю, что надо как-то тут показать класс. А я не могу. Ну, решила, думаю, буду как могу эмоционально, душой танцевать. И пробы, на самом деле, именно, наверное, благодаря вот этим эмоциям, какой-то страсти, получились, естественно, очень классные. И он был под впечатлением, насколько я знаю. Говорил, что да. Да, да, да. Именно, наверное, нисколько физическое, наверное, потому что я тогда, говорю, я была вообще не в форме. Я такой, по сравнению даже, как сейчас, я такой был пухляш. Вот. И работа предстояла очень много. Но именно в плане эмоций я думаю, блин, ну, что могу от себя, душой, я как бы выложу. И, наверное, это, наверное, самый важный момент. Вот часто я даже вот хочу сказать, что я не одни пробы проводила и с нашими ребятами, с какими-то парами. И вижу часто, что не понимают самого важного, что там какие-то технические моменты, они сделаются. Это придет, над этим надо работать всю свою карьеру. А именно показать свое я и какую-то свою любовь к танцу и не стесняться именно вот этого. Вот это важно. А то часто бывают, там пара становятся, берутся за руки и вообще на друг друга не смотрят. Никакой ни химии, ни энергии. А именно это важно. Причем обоим партнерам. И, естественно, мальчику, мужчине и девушке. То есть, как бы, это важно, именно вот эта химия, вот эта энергия между друг другом. А все остальное, там, физически, ну, это все можно сделать. Это как бы главное, чтобы было желание. Вот. И это у нас было. У нас было желание. Он нереально любил танцы, и я так же. И поэтому мы на этом, наверное, сошлись. И он был уверен, что я... Потому что после проб я сказала, ну, слушай, у меня тут как бы вот еще вариант есть. Он такой, да-да-да, что пишет? Ну, как вот помню, он мне рассказывал, что он был уверен, что я встану с ним в пару. И это действительно, как бы, я... Это были немножко другие пробы. Да, то есть, это... Там, там, это... Магия летала. Круто. Это, да. Это было интересно. В таком задрыпанном зале, на... Не на паркете. Знаете, где доски, где вот россияне занимаются? Обычно вот русские народные прям доски. Там, помню, столько... Многие все были разбиты, но это стоило того. Много в твоей карьере было зарубежных турниров. И когда я открываю тоже вот эти результативные истории, то есть там практически каждый второй или, может быть, каждый третий турнир за границей. Да-да. Откуда были финансы? И, может быть, какой-то совет молодым ребятам, которые тоже стремятся, но не совсем понимают? Из этого будет вытекать следующий еще вопрос. Ну, на самом деле, достаточно до позднего времени. Я именно как вот сама зарабатывать на свои танцы, мне кажется, так прям масштабно, то есть полностью. Стало достаточно поздно, мне кажется. Я знаю, ребята начинают намного раньше. И... То есть я работала, но, конечно же, это не покрывало всего того. И, конечно, если бы не мои родители, этого было бы просто невозможно. То есть они вкладывали, прям вкладывали, вкладывали и вкладывали. Очень... То есть любые уроки, любые поездки всегда находили деньги. Слава богу, тогда, когда мы жили в Штатах, родители тоже были там. Был... Слава богу, бизнес, да, и была возможность. Но все равно мы знаем, что поездки и уроки – это очень дорого. Никогда не стоял вопрос, что ой, нет, а там... То есть танцы мои были, это очень серьезно. Да, я танцевала уже, наверное, на тот момент на высоком уровне. То есть они видели, что это уже не просто там для себя или там какой-то, не знаю, первый тур, а это уже уровень, это уже имя какое-то. Мы уже тогда с Валиком были чемпионы Америки. И действительно, как бы, ну, занимались, летали и вкладывались деньги просто вот без вопросов. Надо столько вкладывать. Я не могу сказать, что у меня родители были там мега обеспеченные, которые там заводы-пароходы, но, не знаю, всегда деньги находились. Я знаю, что им было непросто, но благодаря им, конечно, вот эти все поездки, вот эти все уроки, все сборы, которые, на которые мы ездили, когда мы приезжали там за две недели или за неделю в Англию, естественно, со многими занимались, как это обычно делают, да, ребята, то есть это все оплачивали родители. А потом уже по чуть-чуть как-то... Стал баланс сил финансово смещаться. Да, да, да. Скажи, ну, у вас по-любому с родителями хоть раз дослучался такой разговор, а зачем это все, ну, и, может быть, мы тогда прекратим как-то всю эту историю? Или никогда вообще не вставал вопрос? Может быть, у тебя вставало, ты говоришь, вот были определенные моменты, когда танцы не были в таком приоритете у тебя, прежде всего, мышлении? Либо я тебя неправильно понял? Нет, было такое, ну, я была, я говорю, маленькая, и вот у меня было, знаете, как где-то там устало. Ну, понятно, конечно. Где-то еще что-то такое, какая-то лень, может быть, может, еще что-то. То есть я, у меня был такой один раз период. Я помню, что я была, опять-таки, всегда в одном режиме. Не было там, может, в воскресенье было выходное, и все. И то, может быть, мы на турнир ездили. Я помню, что я заболела, и потом как-то вот долго я не могла никак выйти обратно в тренировочный режим и в школу. Я всегда немножко маме врала, что у меня температура. Я прям помню это, что я хитрю, и я понимаю, что я не хочу никуда идти. То есть вот этот момент у меня был. Может быть, это просто, я говорю, какая-то вот общая какая-то усталость. И мама у меня тогда спросила, ты как бы что, ты не хочешь? Но, наверное, в силу своих детских вот этих вот мыслей я там, не знаю, может, что-то придумала, может быть, там еще что-то. Но как-то она видела, что это все как-то временно, и это несерьезно. А именно у меня вот с родителями не было такого, что, может быть, это не надо, а может быть, никогда этот вопрос не стоял. Как-то всегда, я говорю, танцы с самого начала, мне, наверное, просто повезло в этом плане, занимали, наверное, самую, как бы, это, они были в приоритете всегда. Тебя не уложило тот факт, что вот как-то родители, ты уже там, допустим, взрослая, да, как-то помогает в этом родители, потому что, ну, эмоционально многие ребята сталкиваются с этим, как раз-таки вот в этом переходном возрасте. Чуть позже, да, мне, вот я помню, когда у родителей было сложности, когда, вот я помню, был финансовый кризис, и я обратно вернулась в Россию, и было тяжело именно у родителей. И я помню, что я как-то, ну, было хорошо, что был уже тогда Руслан, он, конечно, в этом плане очень нашу пару вытащил, потому что в основном работал только он, больше работал он, намного, да, больше он уезжал, и там неделями по 16 уроков работал в Мурманске у себя, то есть там была работа. А у меня у родителей как-то было вот тяжело, хотя даже когда им было очень тяжело, они все равно пробовали помогать. Я помню, тогда меня совесть нечет, я вот понимаю, что как-то надо что-то крутиться, а этих денег не хватает. Я помню, что мы тогда с Русланом, я как-то быстро переключалась, то есть у меня была шикарная жизнь в Штатах, у нас был дом, у нас все было, да, я танцую, все прекрасно, машина. Потом я когда уже жила в России, в Брянске, мы все время жили на этих съемных квартирах, которые вот прям бабушкины съемные квартиры, как сейчас помню, не было денег от слова совсем. То есть мы приходили в магазин с Русланом, такие так, пачку чипсов, да что так, наверное, может он это рассказывал, и это прям реально стоял этот выбор. И я как-то вспоминаю это сейчас, и вот круто было, вот круто было, то есть меня всегда как-то это не то чтобы не пугало, ну так, значит так, ну вот надо это пройти. То есть не было какого-то вот этого шока у меня, что вот я из какой-то такой жизни, вот все, то есть я могу, мне кажется, вообще жить где угодно, как угодно к чему-то приспособиться, мне это вообще была не проблема. Главное, что вот есть, не знаю, там близкие рядом и танцы, и все. Ну вот тогда я помню, что было тяжело, и все время этот вопрос финансовый прям остро стоял, и я каждый раз, когда там надо было мне спрашивать, мне было всегда неудобно спрашивать родителей, а когда, допустим, потом полегче стало, они всегда сами, ну что нужно помочь. То есть не знаю, у меня родители, конечно, мировые в этом плане, они за мои танцы просто, ну они видят, что это моя жизнь, что это уже не просто так, что и дело идет. Да, то есть это не просто там, слава богу, да, какой-то результат был, и дело шло, и они всегда помогали. Не было никогда, что это вот, ты знаешь, я помню дедушка мой, царство ему небесное, он всегда говорил, ну как-то танцы это не серьезно. А потом уже, когда, уже через какое-то время, я помню, мы с ним встречались, он сказал, ты знаешь, я вот всегда твоей маме говорил, что вот, может, не надо танцы, надо учиться, надо то, это все не серьезно, а сейчас я вижу, что это карьера, и ты этим зарабатываешь, и зарабатываешь неплохо. То есть это, наверное, дойти до того момента, что ты этим можешь зарабатывать, и зарабатывать неплохо, это, конечно, непросто. А в начале ты вкладываешься. Хороший, хороший подвод к вытекающему вопросу. Карьера танцора это выгодно? Вот, очень много затрат. Расскажи. Да, я считаю, что выгодно, ну как выгодно, то есть я знаю очень много спортсменов, давайте вот если про спорт говорить нам. Ну хорошо, даже возьмем тех же там, вот у меня папа бывший дзюдоист, он был в сборной СССР, то есть это как бы мощь. Да, да. Ну вот, мне кажется, я не знаю, то есть ты ничего особо не получаешь. Выхлопа дальнейшего. Да, выхлопа нету такого. Ты, все спортсмены, они либо потом каким-то бизнесом должны начать заниматься, то есть от своего вот дела не заработаешь. Можно я здесь вклинюсь немножко, и мы чуть разделим. Да, есть карьера танцора, и вот вы сейчас с Кириллом, мы коснемся этой темы чуть позже, находитесь, ну прям на хай-левле, на топ-уровне, когда вас приглашают на турниры, когда вас приглашают на шоу, и вы зарабатываете хорошие финансы именно за счет того, что вы не тренеры, не партнеры, а именно танцор, то есть ваши танцевальные скиллы, так скажем, могут обеспечить вам хорошую жизнь. Но таких, мне кажется, прям единицы, и очень мало людей, которые именно танцами могут обеспечить себя. Понимаешь, да, чем я? Да, 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 прекрасно понимаю. Я это чувствую даже на себе сейчас, потому что у меня была вот тренерская, то есть до того, как я вернулась в танцы, я в основном всегда тренировала, а потом, когда вот мы начали, я начала обратно танцевать, и действительно уровень высокий, и это немножко другая жизнь, другое заработок. То есть это именно твое имя, твой результат, где ты в мировом рейтинге, и это имя уже немножко на тебя работает. Это абсолютно, да, разные вещи. Это тоже непросто. Безусловно. Да, потому что ты должен постоянно как бы... Но, наверное, для действующего танцора это лучше всего. Чем больше ты танцуешь шоу, чем больше ты танцуешь турниров. Во-первых, это тренировка, практика. Чистота касания танца. Да, да, и действительно, конечно, ну, как, нелегкие, быстрые деньги. Ну, естественно, ты там станцевал турнир, это тяжело. Ты должен станцевать ему на уровне. Ты должен подготовиться к нему как минимум. Ты должен подготовиться к нему. И, ну, ты раз как бы, ты, ну, мне 10 часов отпахал. Мне, например, иногда сложнее, честно, 10 часов отпахать в зале, чем потом вот там спецелать шоу. Да, да, да. Это немножко другое. Ну, мне кажется, для действующего танцора лучше, когда ты, вот, турниры, шоу. На самом деле, мне кажется, каждый может для себя найти какую-то вот эту вот стезю, да, не знаю, там, место под солнцем. Даже там не финалисты, и надо, мне кажется, себя немножко раскручивать, да, где-то там находить связи, свои точки, где там ты один раз себя зарекомендовал, там, в том же шоу, и ты с этими организаторами там работаешь. Я знаю, люди крутятся, находят, и очень даже наши ребята, которых я знаю, да, вот, которые там любители находят для себя какие-то вот эти точки. Очень много. В Китае очень много. Зовут, просят, приезжайте, пожалуйста, там, вы не можете, пришлите кого-то еще. То есть, это, слава богу, мне кажется, работа есть. Есть и танцевальная, и такая. То есть, просто надо, во-первых, себя зарекомендовать. Очень хорошо. Я это не только вот именно как танцор именно там на турнирах результат и шоу, а именно в работе. Не позволять себе как-то в пол ноги отработать. Я так вообще не могу. Мне когда спрашивают, ой, а вот сколько ты в день работаешь, там, может, там, в шестнадцать. Я говорю, ребят, я не отработаю тебе, потому что это будет просто последние, там. Силы и... Нет, последние уроки это будут ни о чем. Мне немножко стыдно за это. Я всегда вот как-то вот мы с Русланом, наверное, в этом плане очень схожи. И, может быть, поэтому там у нас как-то так вот клуб такой популярный получился, именно когда он зарождался, потому что мы впахивали. Мы впахивали, мы на всех уроках танцевали, как будто мы танцуем в свою тренировку. И мне кажется, дети, пары, все это чувствуют. Все все равно чувствуют отдачу. И что это не просто заработать деньги. Хотя, да, мы зарабатываем деньги, конечно, это наша работа. Но что нам это важно. И мы вкладываем там в детей, взрослых свою энергию, душу. И поэтому это, мне кажется, вот этот профессионализм и отдача и вкладываться в пары, даже если это не твои пары. Вот, например, я не могу отработать урок вот так, типа что-то лапшу на уши. Не могу, у меня, ну, может, это воспитание, может быть, это какая-то вот уже выработанная дисциплина, что вот надо отработать, надо отпахать, надо помочь, надо сказать. Ну, то есть, понятное дело, не все могут взять то, что ты, может, кто-то там похуже, но все равно ты должен от себя выложиться. И это работает. И люди это видят. И люди это чувствуют. И, наверное, надеюсь. Поэтому, как это, может, это будет пафосно звучать, я думаю, что там, я не останусь без работы, потому что я знаю, что я всегда буду вкладываться. Знаешь, что круто? Вот у нас с тобой интервью, да, мы с тобой общаемся, у нас, мне кажется, очень классная беседа, которая очень интересна нашим зрителям. И она идет, я не знаю, может быть, это мой опыт уже как интервьера, но она идет таким образом, как выстроена у меня здесь. Вопрос. Вопрос, который должен был быть следующим. Starlight — большой бренд сейчас. Но как это все начиналось и как получился такой масштаб? Я думаю, это просто потому, что изначально, в самом-самом начале, все-таки мы не закончили танцевать с Русланом, у нас типа был перерыв. А ну давай сейчас вот лето, перерыв, давай сейчас подумаем. Просто мы были, естественно, в Брянске, город маленький, и к нам пошли ребята. Точнее, на тот момент, когда мы приостановили свою карьеру, у нас уже были пары, у нас как бы уже был клуб, потому что мы танцевали, и клуб существовал уже год на тот момент. Ну, естественно, было мало ребят. И вот меня даже все спрашивали, ой, это как ты сейчас вот без танца? Я помню, первый год Starlight, а у меня ощущение, что я не без танца. Что мы каждый день в зале, мы каждый день как будто тренируемся, работая с ребятами. На группах всех мы все время танцуем. С Русланом мы танцевали. И именно, наверное, из-за этого, то, что у нас была вот эта энергия, и мы как бы были действующие танцоры, именно в плане вот, как это, подхода к работе, как будто вот мы сами танцуем. Это очень, как бы, мне кажется, повлияло, потому что те пары, которые уже были, они это видели, они росли на дрожжах, потому что мы просто в них всю нашу какую-то недотанцованность вкладывали, особенно Руслан. Я все-таки считаю, что я... У меня все равно есть в голове такое вот развлечение, ну, то, что танцы мои, мои танцы, это мои танцы, а работа, я буду работать на 200%, но это работа. А Руслан именно, он танцевал через ребят. Вот то, что, наверное, он там, может быть, на паркете не смог там показать или дотанцевать, он именно через ребят. И это ощущалось на всех уроках, на всех, как бы, турнирах. Это не было такое, что вот, не знаю, урок отучили, ушли. Это были танцы все время, когда ребята приходили в зал. То есть он их там, как одеты, как выглядят, как себя ведете. То есть ему было интересно все, что они делают даже вне танцев. То есть это была такая вот полная такая система, опека такая. И мы, наверное, вкладывали просто все в эти пары. Те, которые были, это был тогда Шариф, я, по-моему, уже Артем был тетивкин тогда у нас, даже Коля Паршиков, они, по-моему, ребята приходили. И все прям росли. И, естественно, слух шел, да, а вот такой клуб, ну, еще и результаты параллельно немножко уже тогда начинались. И это, конечно, был взрыв. Именно, мне кажется, благодаря этой энергии. Потому что все все равно просто работают. Никому не хочу в обиду ничего сказать. Я знаю, я понимаю, даже я сейчас сама, что иногда просто не хватает сил. Надо просто профессионально отработать. Но на тот момент, наверное, вот это сыграло, что это были не просто какой-то клуб, не просто это были индивидуальные уроки, это не была просто там групповая тренировка, а это был чуть ли не турнир. У детей каждый раз был какой-то турнир. То есть они были накачаны так, наверное, вот этой энергией, вот этим зарядом. А на турнире, когда между там заходами или между турами, детей качали еще сильнее. То есть, мне кажется, наверное, из-за этого сейчас, мне кажется, вот так вот отключи Руслана от них. Они вот эти как слепые котята потеряются. Это вроде и хорошо, и плохо. Круто, когда есть тренер, но, конечно, надо на свои ноги становиться и так далее. Но на тот момент с теми ребятами, которые были, это сработало, и это было другое. Это было по-другому. Ну и плюс Инстаграм, интернет. Мы просто стали снимать, он стал это снимать, какие-то там, может быть, даже где-то интервью, просто какие-то тренировочный процесс. И, естественно, мы могли показать кусочек того, или той энергии, или того, что у нас происходит с закрытым дверью. Да, внутри. И люди это увидели, и, естественно, стали как-то там восхищаться этим. А это было именно так. То есть мы там просто жили в этом зале, мы в них вкладывали все. Как мы сами тренировались, как мы там питались, какие мы были заморочены, да, в своих танцах. Мы это все, естественно, перекладывали на ребят. И когда мы уже начали делать первые сборы свои, все-таки Брянск, да, ну, вроде как, ну, как бы... Есть определенные ограничения. Ну, не то, что даже кто... Мы тогда, я помню, что кто бы поехал туда, ну, кто попрется в Дрянск. Да, ну, Москва, понятно, да, столица, там, Питер. А люди поехали. И поехали толпами. И когда я уже помню, через какое-то время один из последних наших сборов, Super Summer, который последний, когда приехали там все, я уже не помню, кто у нас там был, ну, то есть мировые звезды, и это, конечно, было просто так, думаешь, ё-моё, вот сюда доехали, и люди, да, ехали толпами, ну, по 300 человек собирали тогда в Брянске. Весь город гудел. Наш любимый варяг, это где у нас был зал, там вообще все офигевали, говорят, у нас просто никогда не было, что мы сюда приехали. Американцы ехали, все ехали в Брянск, когда мы рассказывали, как туда добраться, да, там все такие, куда мы приехали? Знаете, когда приезжаешь на вокзал, вот как бы местного, такого маленького городка, это все было так, я всегда думала, ой, ну как, ну что, ну как-то вот, даже где-то, может быть, стыдно было. Ну, люди приезжали, видели, вот, весь этот процесс, и все говорят, так как у вас там, так нигде. И даже до сих пор мы не можем, мне кажется, такого нет сейчас в Москве. В Москве сейчас другое, тоже круто, немножко, наверное, другой уровень какой-то, но именно то, как это было там, в этом маленьком зале, когда ты можешь там, просто, не знаю, выключить свет, включить там свою любимую музыку, и тебе никто не мешает, это можешь створить. И именно так, наверное, Руслан работал, он именно творил, потому что, вот, это должно было быть, никого лишнего не должно быть. Не потому, что мы там как-то прячем, а потому что, мне кажется, это какая-то особенная такая атмосфера должна быть, чтобы это получалось. И все ребята это чувствовали и видели. Вот. Ты сейчас рассказываешь, у нас сейчас с Машей, не знаю, похожий что ли период, вот, про вот это, про это начало, мы тоже начали свой коллектив, буквально два года назад, ну, я тоже, честно сказать, мы сегодня записываем в понедельник днем интервью, сегодня в 4 утра мы приехали на машине только с Ярославли, весь день там с 9 утра до 10 вечера были с ребятами, все вот так. Дети же танцуют, это был последний день. В 9 утра уже сегодня там в садах детских работали с Машей, вот в 12 здесь с тобой. Вы будете там вспоминать потом как. Да, и я тоже, ну, вот так проживаю, то, что вот с детьми, я тоже стараюсь максимально там как-то им рассказать, показать про жизнь, не только про танцы, а чтобы вот как-то они прежде всего там людьми тоже хорошими были. Да, да, это очень-очень круто, но это большая ответственность. Это непросто, это непросто, то есть просто там набрать детей, да, там какие-то, это ты вот, все это иметь дело с родителями. Все очень хорошо понимаем. Всех родителей люблю, у нас, конечно, мне кажется, вот на тот период, когда только все зарождалось, да, непростые были родители, разные были, но все, мне поразило тогда то, что когда мы приняли решение переезжать в Москву, у нас все поехали и все поддержали, потому что мы думали, ну все, как бы сейчас рассыпется, наверное, все, и как бы поедут только, ну там взрослые ребята, которые в любом случае хотели. Все поехали, все понимали, что да, так, наверное, правильно и так надо, и дети отпускали, и дети жили, я не знаю, как сейчас многие там вместе, как-то, ну просто поразительно, и родители, конечно, не всегда у нас какие-то были там гладкие отношения, с тем же как-то, вот Руслан у нас более такой строгий, я старалась как-то с родителями общаться, но одно точно могу сказать, все видели наш вот этот вклад в детей, и то, что получается, и то, что есть результат, и все уважали, ценили, и несмотря там на какие-то там моменты, ну терки, они есть у всех, шероховатости, так скажем, шероховатости, вот, все равно как-то, верили, верили, да, и, про доверие, про доверие, я вот хочу еще такой момент сказать, мне кажется, он очень важный, потому что мне часто его задают, вот, а как, я потому что вижу, даже у моих друзей, у кого там тоже свои клубы, какие-то конфликты с родителями, я вижу, все пытаются, где-то удержать пары, да, что нормально, я понимаю, например, те пары, которые уходили там, к сожалению, там от других клубов к нам, да, это всегда не очень приятно, не очень удобно, но, например, мы, мы, не могли там, нет, не возьмем, или там, ну, к нам идут, это ваша работа, да, это наша работа, и я понимаю, что там с той стороны, это всегда какие-то конфликты, это неприятные, и пытаются либо удержать, либо там, наоборот, какие-то скандалы, я всегда говорила, что мы, типа, как у вас вот так вот получилось, как вы там, как вы так вот, например, там выстроились с ним, как вы там с родителями общаетесь, у нас всегда было две вещи, первое, мы, наверное, очень верили в свой какой-то путь с Русланом, особенно, опять-таки, подчеркну он, потому что он все равно как-то, ну, главный тренер, и он в это все время, не знаю, 24 на 7 вовлечен, то есть я как-то так из этого периодически процесса выходила, когда там ребенок был и так далее, а он в этом вовлечен реально 24 на 7, то есть дома было, на самом деле, иногда даже невыносимо находиться, потому что это все время вот так вот, ну, да, Маша смеется просто, но она узнает, я думаю, себя немножко. А, да, у вас наоборот? Нет, не наоборот, а тоже подобные ситуации, я там, ну, бывает, гуляем просто по городу или что-то, ночью лежим уже перед сном, и я начинаю втирать что-то, а как вот здесь делаем, а что вот здесь и так далее и тому подобное, да. Ну, это, это, как бы, я старалась это понимать, хотя было непросто, потому что я говорю, я все равно, я вот могу выложиться, но я приду домой, я отключусь, а он не отключался никогда, и до сих пор не отключается. Это и, наверное, прелесть, и особенность его, потому что, ну, как бы, если бы он не был таким, то, наверное, он бы не смог создать все, что он создал, да, то есть, и это вот эта замороченность, она, наверное, важная, поэтому у нас было две вещи, что мы никогда, мы очень верили в свою какую-то систему, в свой продукт, в свои знания, то есть, мы понимали, что есть эти знания, мы очень много финансов вложили, чтобы получить эти знания, и, то есть, как это, мы знаем, как это, 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 это вот важная ряд, действительно иметь эти знания, потому что, к сожалению, не все педагоги, естественно, там, на периферии, особенно, не имеют этих знаний, просто не имеют, это как-то, ну, тренируют, наверное, как знают, и второе, мы никогда не боялись потерять кого-то, то есть, это было даже в какой-то период времени, ну, честно говоря, и сейчас так, не нравится, вон дверь, это было сказано и родителям, это было сказано и парам, то есть, никогда не было то, что, ой, как-то вот мы там шли, ну, чтобы удержать, там, не доверяйте, пожалуйста, как бы, это, это ваш выбор, это ваши финансы, вкладывайте свои, но у нас это почему-то всегда было очень жестко и эмоционально, то есть, у нас это были какие-то там, пошли вон, вот, опять смеется, да, да, у нас это как-то именно так происходило, что, действительно, как-то, ну, иногда мне кажется, надо как-то корректно, а у нас корректно, это не получалось, это мы тоже были молодые, и это все было на эмоциях, но мы верили в то, что, когда мы, допустим, там, с той парой, с которой конфликт, она там может хочет уйти, мы знаем, что мы вкладываем все, ну, да, может быть, есть какие-то там разногласия, не было вот этого страха потерять, и мне кажется, это очень-очень важно, да, сейчас это легче говорить, потому что есть... Большой полпар. Да, да, есть пары, да, не ты так другой, да, может, так нельзя говорить, но... И еще, как бы, мне кажется, очень важно понимать, садиться с родителями, с парами, понимать, и говорить, что чего вы хотите. На тот момент, когда мы были в Брянске, мы часто задавали этот вопрос, потому что не все, может быть, хотят мирового уровня, не все готовы, и финансово, и по времени, и как-то вкладываться физически, чтобы получить там мировой этот уровень. И мы часто задавали, вы хотите вот так, вы хотите вот так, или вы хотите вот так, местный там как будто. Конечно же, все всегда говорили, мы хотим мирового уровня. Но когда они-то говорили, мы говорим, ну, вот тогда надо жертвовать, надо вот это, вот это, вот это. А когда, допустим, они не соответствовали тому, чего они хотят, мы тогда говорили. То есть, это касалось тех моментов, как, например, ой, а мы не успеваем, у нас там школа, или мы не можем, а там, допустим, какая-то подготовка идет к какому-нибудь бланоку. по линьорскому, или еще что-то. У нас дети не ходили в школу. Ну, по крайней мере, конечно же, у топовых пар, там, Шарифса не было, я не знаю. То есть школа эта всегда была второстепенная. Да, они учились, да, они старались, они, мне кажется, вообще молодцы, но это всегда было, там, если надо было на онлайн-обучение перейти, дети переходили, потому что, ну, как это, нет. Ну, и, естественно, так говорилось, что есть только такое время, вам нужен этот урок, ну, значит, да-да, нет-нет, не можете, ну, тогда идите в школу. И все все равно как-то подстраивались, действительно жертвовали, если им это надо было. Кому, допустим, ну, кто не может, кто не готов этим жертвовать, у кого может быть танцы действительно не на первом месте, и это нормально. Я там, помню, часто с Русланом ругалась и говорила, может быть, им так не надо, это тебе так надо. Может быть, им так танцы эти, ну, люди не так хотят танцевать. Ну, и потому что, мне кажется, всегда Руслан всегда хотел, и до сих пор, я не побоюсь этого сказать, мне кажется, хочет больше, чем многие ребята в клубе. То есть он там, они, конечно, хотят, но он хочет в два раза больше. Поэтому, мне кажется, надо как-то оставаться правдивым самим собой, не бояться, не бояться, не потерять. Нет, не сложилось, ну, значит, не судьба, ну, значит, будут там другие ребята. А те, которые твои ученики, они останутся твоими. У нас есть косяк ребят, которые как-то всю-всю-всю-всю жизнь преданы с нами, несмотря на конфликт. Следующий вопрос? Да. Субтитры сделал DimaTorzok 2016 год, вы завершаете карьеру окончательно, как тогда казалось тебе. И какие у тебя были тогда мысли, что все, с танцами фенита ля комедия? Или как-то оставалась такая искра? На тот момент у меня не было такого ощущения, что вот все, мы закончили, потому что мы действительно сказали, ну, давай возьмем перерыв. Просто моментом получается так. Ну, вот мы поженились тоже в 2016 году. И тут же у нас активно, ну, то есть мы начинаем заниматься клубом. Прямо очень активно. И клуб захватил полностью. Захватил полностью. Я помню тогда, когда, вот, я не помню, это был 2016 или 2017, в юниорский блэкпул мы поехали тогда, вот я помню, Артем выиграл вообще неожиданно. Шариф тогда стал тоже уже активно выступать. И как-то так пошло дело, что мы были полностью в клубе. Потом, естественно, семья, ребенок, как-то вот вроде надо двигаться. Ну, то есть параллельно мы активно работаем, мы разъезжаем. Я помню, мы искали сиденья, не знаю, все, мы столько работали с Русланом, нас звали везде, что как бы круто было. То есть прямо тогда был вот этот бум всего и работы, и клуба. Некогда было вообще просто даже как-то передохнуть. Потом, когда я помню, вот, ребенок, все, у меня как-то, то есть клуб уже прям активно развивается, вроде все как бы на своих местах, вроде бы все замечательно, да, только вот развивайся, развивайся. У меня стали появляться такие мысли, что как бы, а дальше что? А что, все? Да, то есть я вот родила ребенка, я помню, у меня, я не знаю, может, будет ли такое есть, да, пострадовая депрессия какая-то. Я в нее не верила, но, мне кажется, это она была. Мне казалось, что я как-то вот, ну, то есть моя жизнь вот на этом как-то, то есть я буду мамой, я буду тренером, и все. То есть у меня постоянно появлялись вот эти вопросы, что я, наверное, как-то хотела. Я помню, что когда мы каждый раз пробовали танцевать там на группах, я Руслана все время тянула, я понимала, что у меня это было как-то, я сама хочу, да, я танцую, да, я там нисколько даже там ребятам что-то объясняю, а я понимаю, что я просто получаю свой адреналин, свой какой-то кайф, а Руслан всегда это было как-то больше, да, для ребят что-то им показать, то есть это не было для себя. Ну, я его периодически тянула, я помню, давай тренироваться, давай то, то есть мне не хватало этого, каких-то вот этих, не знаю, эмоций, какого-то драйва, драйва и какого-то вот этого внутреннего удовлетворения. Да, у меня, потому что я говорю, для меня все равно работа, это работа, это не мои танцы. А у него получалось именно, я говорю, танцевать себя через ребят. Ну, не знаю, если это как бы так можно объяснить. И у меня, да, у меня постоянно вот эти мысли стали все больше и больше появляться, что я куда-то, мне нужно танцевать, и это я уже даже стала озвучивать ему, что я хочу танцевать. Я помню, мы поехали на уроки к Эстину, просто решили, я говорю, а давай поедем, а давай для развития, а давай, ну, все равно надо как-то развиваться, знания получать. Не хватает, да, то есть ты когда вне своей карьеры как-то, ну, да, ты преподаешь, но я за то, что даже когда ты уже не танцуешь, нам нужно ездить, слушать, развиваться, там, слушать лекции, присутствовать на уроках с парами. Мне кажется, это прям важно, самому двигаться, да, потому что ты там одно видишь дело, а потом вот я, когда сейчас уже стала танцевать, я думаю, блин, ага, я вот ребятам... Рассказываю это все, да. Я кричала, а сейчас вот мне хочется сказать, ну, типа, ну, встань, сама танцуй, да, то есть как бы это совершенно другое. Одно дело говорить, другое дело, когда ты должен встать и сделать это. Поэтому я вот все как-то стремилась, стремилась, и... Да, и так, кто бы мог подумать. Я вообще даже, у меня даже мысли не было, что так все может получиться. 20-22, и, соответственно... Вот 20-22 мы стали, да. Потенциальный вариант с Кириллом Белоруковым. Как это было? Опять же, Руслан в своем интервью свое мнение высказал. Ну, честно говоря, я знаю, что есть, наверное, какая-то там одна история. Может, они разные есть, но... Действительно, это было очень неожиданно. Для танцевального мира эта ночь была очень неожиданна, особенно тот факт, что это я, потому что я все-таки, правда, не танцевала 6 лет на тот момент. Да, я была там в форме, да, я как-то... Постоянно вот эти видео выкладывались, когда мы в клубе танцуем, там, на лекциях, да. То есть я вроде как-то вот где-то танцую, да. Но действительно, я не действующий танцор, да. Я не на мировой арене, вообще даже близко. Ну, Кирилл всегда был очень... И сейчас хороший друг Руслана, и мой, я его знаю, это... Хотела сказать. С детства, ну, мы познакомились еще очень давно, когда я еще с Валиком танцевала, он тогда по, по-моему, юниорам, или молодежь уже он тогда танцевал. Да, молодежь он танцевал. Вот, то есть я его давно-давно знаю. Это тоже очень-очень, как бы, такой, знаете, как родной человек, близкий человек. И так... Это просто, на самом деле, реальное стечение обстоятельств. Он танцевал, конечно, с Викой, и туда даже не было никакой, даже как-то при... Стремлении. Я даже не думала в эту сторону, потому что, ну, естественно, они в паре. Но, как бы, были, конечно, там у них свои личные проблемы с Викой, какие-то ссоры и проблемы. И я знаю, что об этом, как бы, так как Кирилл с Русланом близко общались, они... он делился этим, да, что вот то-то, то-то, то есть есть конфликты. На самом деле, у нас тогда, это после интернешного было, у нас намечались наши первые сборы в Москве. А тогда мы еще были в Брянске. Ну, мы решили провести, попробовать сборы в Москве. Как это пойдет? Это были первые сборы. Мы тогда, я помню, пригласили Мирка Сакани и Гейнер к нам поработать. И Кирилл с Викой должны были тоже заниматься с ними, брать уроки. Кирилл с Викой были у нас как... Педагоги. Педагоги, они должны были работать. Ну, то есть, как бы... И как танцоры, и как педагоги. Да, и как танцоры, и как педагоги. И у нас все это вот намечалось, эти большие сборы. И у Кирилла с Викой произошел какой-то конфликт, насколько я знаю. До того, как они должны были приехать в Москву, они были на Украине, в Киеве. Ну, то есть, какие-то личные моменты. Получается так, что Вика не приезжает. На самом деле, я... Как это... Не то, что... Тогда, на тот момент, это получилось очень некрасиво, потому что мы даже об этом не знали. Ну, то есть, там тот же Руслан не сообщит. Просто, как бы, человек, ну, как-то там не приехал. Ну, естественно, нам Кирилл сказал, что она не приедет. Но это было, знаете, как за день. Да. Ну, в моменте, когда уже все расписание готово. Да, да, расписание готово. Это действительно... Договоренность есть. Получилось именно... То есть, вообще, даже... Как-то... Никто даже не думал, что что-то там не так. Ну, я думаю, что Кирилл тоже сам, наверное, думал, что, ну, сейчас все как наладится. Да, наладится. Тогда, я помню, уже были проблемы с въездом в Россию, вот, украинским гражданам. То есть, это всегда были какие-то вот эти конфликты. Вот, ну, в общем, Вика не приезжает. Я помню, что у меня в первый день была лекция моя, и я танцевала. Я помню, тогда я взяла Руслана, думаю, ой, ну, там, помочь какой-то кусок показать. Руслан хитрый, зараза. Ну, мы танцуем в Нью-Йорке, и сидит Кирилл, ну, тренерский состав сидит Кирилл, Женя, Смагин, Полина, и там, не помню, еще кто-то был. Все сидят, ну, просто на лекции, да. И Руслан такой, Кирилл, 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 иди покажи, как ты это делаешь. И, ну, там, может быть, 10 секунд, или сколько, мы с Кириллом танцуем в Нью-Йорке. Ролик этот, естественно, сняли, и он как-то так разлетелся. Ну, не особо ничего такого этого не было. То есть, тогда даже не было никаких даже предпосылов. Просто этот ролик был в первый день. Я поехала к ребенку тогда. Я просто, ребята жили в отеле, а я жила там у сестры. Домой я поехала. И в 3 часа ночи мне приходит сообщение. Ищи туфли, у тебя завтра проба. Я так. Естественно, у меня был шок. Туфли, я имеется в виду, на каблуке. Понятно, да. Она говорит, ищи туфли, у тебя завтра проба. Ну, я, естественно, почему-то 2 плюс 2 и сразу поняла, как и с кем. С кем пробы. Вариантов не так много было. Ну, нет, мне Руслан потом, да, написал. Но они, он знал, Руслан, что я очень хочу танцевать. Я этого не скрывала. Ни от кого. И я тогда многим писала. Я тогда и в Мирке писала, что вот хочу танцевать. Но я как-то понимала, что мне куда-то уезжать это будет сложно. Из-за ребенка. Ну, в России, как бы, я не знала, с кем. Я все хотела. Ну, у меня действительно до последнего была надежда, что мы там с Русланом как-то будем. Может, шоу танцевать, может, еще что-то. То есть, как-то, все равно, какие-то танцы у меня будут. Ну, не просто в зале, там, на тренировках. Пусть там не турнирный, но хотя бы как-то. Ну, мы будем. Ну, естественно, из-за клуба, из-за работы это никогда не получалось стабильно. А мне хотелось это именно посерьез. Вот. Они, да, вызвали Кирилла, тогда Женя, Полина, Руслана. Они его вызвали в номер. Они говорят, ну, типа, надо поговорить. А они тогда уже между собой поговорили. Вот есть такая идея, как, что вы думаете. И ребята, Женя, Полина, они поддержали эту идею. Наверное, как-то и сказали, да, давай, прикольно. Конечно, спасибо, ребята. Вот. И они, когда Кириллу эту идею сказали, насколько я знаю, да, он был удивлен очень, потому что все-таки ребенок, да. Да, да. То есть, как бы... Очень много но. Очень много но. То есть, тут вообще даже, как бы, тут дофига классных партнерш, действующих танцоров, да, которые, я уверена, выстроятся в очередь, да. И на тот момент еще не было новости. Объявлено, что с Викой они расстались. Я уверена, ну, как бы, это все... А тут, как бы, ну, тут откуда. Ну, и они говорят, да, вот она танцевать хочет очень. И вот там с ребенком все там поможем. Ну, то есть, как бы, все организуем, все поможем. То есть, она может, так скажем, двигаться. Внедриться в танцевальную карьеру. Да, да. И, как, ну, не то чтобы на мое удивление, но, как бы, круто, что Кирилл сказал, да, давайте попробуем. То есть, он просто согласился на это. И, ну, я, конечно, вот сейчас так вот думаю, я очень удивилась этому, потому что, ну, все-таки, опять-таки, как ты говоришь, много «но». А он сказал, да, давайте. И уже, когда, наверное, мы попробовались, на следующий день как-то, наверное, дело пошло. То есть, я, наверное, там со своим мега-мега желанием. И то, что у нас все равно есть, как это, дружба, и мы друг друга знаем. То есть, как бы, не чужой человек. Он не чужой человек далеко. И, конечно, наверное, как-то мы сошлись. На самом деле, Тона перед, ну, практически, да, перед смертью, это был ноябрь, она умерла в декабре. А еще, когда Кирилл не стоял в паре с Полиной, даже, это вот некоторое время назад, она мне предлагала, она просила, чтобы мы попробовались с Кириллом, мы стали в пару. Я на тот момент не смогла принять это решение, потому что мы с Русланом танцевали, у нас все было замечательно, и клубы, и все, и как-то я вот прям не смогла на это решиться, хотя мне, да, было, конечно, очень как-то приятно, да, что вот, потому что он, и Кирилл это знает, я ему это всегда говорю, и всем это всегда говорю, конечно, он для меня лучший в мире, да, то есть, я какая-то male dancer, да, поэтому я понимала, что это очень круто, вот. А когда вот мы сейчас уже, когда попробовались, Кирилл такой, ну что, дубль два, дубль два, и вот кто бы мог подумать, что все-таки вот судьба нас ведет, но только через... Да, такими хитросплетениями. Через хитросплетениями и через время, то есть, это все равно какие-то, наверное, свои люди, та же Тона, и Руслан, который знал, что я хочу танцевать, и он все-таки поспособствовал очень сильно этому, то есть, сам факт, что он с ним поговорил, ему это предложил, вот, и то, что и Кирилл согласился, то есть, все это как, ну, судьба, наверное, не знаю, Тона это или кто-то, кто-то это сложил, и это действительно какое-то, не знаю, магическое, ну, что через шесть лет после того, как я закончу танцевать, что я рожу ребенка, и то, что я вернусь на... и так круто вернусь на мировую арену, это, конечно, честно, ну, даже мысли не было. То есть, честно, очень повезло, потому что я знаю, что мало того, что, ну, там, многие, там, и добиваются этого, многие мечтают о крупном партнере, и всегда вопрос вот этого времени, ну, особенно у женщин, да, там, ребенок, там, там, а у меня все сложилось, клуб есть, все есть, ребенок есть, то есть, спешить некуда, танцы люблю, слава богу, вроде как это в хорошей форме, да, то есть, как бы, хоть есть, все равно, считай, определенный возраст, да, но, как бы, и силы, и драйв, все это пока хватает, и еще и такой результат, и такой партнер, и все, то есть, это, ну, как бы, я знаю, многие завидуют. Опять же, к выстроенности интервью. Следующий вопрос. Успешное партнерство с Кириллом. Несколько недель назад закончился чемпионат мира, вы стали вице-чемпионами. Да. Мечты сбываются? Мечты сбываются. Мечты сбываются, только надо очень этого хотеть. Это надо видеть в своей голове, как вот, знаете, как часто психологи говорят, да, вот, визуализируй, ты это притянешь. Вроде как, да, вот эти все слова, ну, черт побери, это реально так, потому что я помню до того, как я осталась с Кириллом, я не могу сказать, что я прямо вот Кирилла представляла, да, ну, то есть, я реально, я видела себя на этом Блэкпуле, я видела, как я танцую, серьезно мне снились эти сны, я это представляла, я помню, тогда я любила очень бегать, и когда я бежала, я всегда представляла, что я танцую какой-нибудь там финал Блэкпула, то есть, во-первых, это у меня вот этот драйв, мотивация, и я прям видела себя там, и мне это очень помогало, поэтому надо визуализировать, это надо очень этого хотеть, ну, я все-таки, наверное, верю такую хорошую пахоту, да, что нужно пахать, работать, тренироваться, потому что все всего хотят, сейчас такое время у нас, ну, то есть, все можно, можно такую красивую картинку подать в соцсетях, я имею в виду, действительно, очень многие себя очень круто раскручивают в соцсетях, я даже по себе знаю, как вот действующий танцор всегда перед каким-то большим там турниром смотришь в инстаграме, кто где, кто как готовится, кто-то выкладывает, типа, шесть прогонов, типа, дан, и ты такой, а, не шесть прогонов, ходишь, как это, там, вот такого тренера занимаются, вот такого, там, на таких диетах, там, какие-то там супер восстановления, там, креосады, и вот ты, ну, не знаю, я, я все время меня это, конечно, на меня это влияет, хотя я понимаю, что тут можно подать, можно рассказать. Можно я тоже добавлю, просто не к социальным сетям, у нас была, мне кажется, первая такая очная встреча, когда мы чуть ближе пообщались, когда мы летели в Китай на турнир, и мы летим, прилетаем уже, едем как-то вместе, и такая, Лера первая что говорит, ну, сейчас мы приедем в отель, я тогда в залчик, да, схожу и, там, педали покручу или на прыгалке что-то. Да-да-да, я всегда спрашиваю, ну, во-первых, вот, честно, уже не тот, как, не те силы, не тот, ну, то есть, сейчас мне, вот, допустим, чтобы как-то и подготовиться к турниру, и держать себя в форме, нужно реально там, или после перелета надо сходить, пробежаться, взбодриться, то есть, себя, как-то прийти в себя, иначе я не могу. Раньше как-то, не знаю, мы могли ночью не спать, поехать, тусить, потом поехать работать или станцевать турнир, все это было, конечно, легче, а сейчас, ну, и мне кажется, это также часть профессионализма, это очень важно, очень важно. Я, если честно, если бы я могла, если бы у меня было больше времени и как-то иногда больше даже сил, я бы, наверное, я за то, чтобы делать все, и балеты, и восстановление эти все, и тренажерки, потому что в большом спорте, ну, вот смотрите, какая команда работает с спортсменами. Конечно, мы с Машей только вчера буквально ехали как раз от пути, с Машей и с Кристиной Богославской как раз-таки это обсуждали, то, что насколько профессионализм сферы, и там футбол-диетологи, массажисты, физиотерапевты. Ты доходишь до этого, конечно, чуть позже, с возрастом ты до этого доходишь и понимаешь важность этому всему, но это чем раньше, мне кажется, тем лучше, потому что даже общаясь с Рикардой, с Юлей, я всегда вот восхищалась их, ну, это просто мега-машина, когда там все уже, Кирилл рассказывала, мы тогда танцевали в финале Блэкпула, когда они уже там просто еле-еле, и каждый фильм, мне кажется, только начинали, даже и не вспотели, то есть, и они всегда говорили, что очень важна подготовка, то есть это сон, это питание, это, естественно, тренажерный зал какой-то там, витамины, все-все-все, и за, там, наверное, месяц до больших чемпионатов они убирают работу какую-то, еще что-то, чтобы не быть загнанными, чтобы все силы вкладывать в подготовку, да, круто, когда есть возможность финансовая это сделать. Не спорю, но, наверное, уже на том уровне, на котором они танцевали, учитывая, сколько они вложили, они уже, наверное, могли это сделать, и я считаю, что это очень важно, очень важно, это надо, и многие, ну, даже вот танцоры, которые получают травмы или еще что-то, это потому что нету системы, нету физической подготовки, а это надо, к сожалению, если ты хочешь танцевать на подольше и на высоком уровне, это надо делать. У нас остается несколько минут, и тоже традиционная рубрика, да, нет, поболтаем, коротенькие какие-то вопросы, можно да, можно нет, можно немножко рассказать, да, углубиться немножко в эту тему, если есть желание. Есть ли мечта? Есть, да, ну, конечно, ну, как бы связанная с танцами одна из, да, что... Ну, чемпионство мира. Чемпионство мира, да, я понимаю, что, да, как-то и время идет, и ребята тоже танцуют, у нас есть определенная очередь, 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 да, она нормальная, это все знают, но, наверное, как-то, как это, оставить там свой след в танцевальном мире, то точно хочется как-то так, наверное, танцевать так, чтобы это всем нравилось, и люди прям, не знаю, плакали и вставали, это, вот этого очень хочется добиться, но, не знаю, не буду загадывать, потому что, не знаю, сколько получится физически танцевать, вот, правда, не буду загадывать. Я думаю, это уже есть, в том числе, уже есть этот след, и он несгладим, ты можешь это в моменте не понимать, но я, как человек со стороны, думаю, более объективен даже в этом вопросе. Я иногда останавливаюсь и такая думаю, так, ну, я молодец, погладил тебя, да, 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 но мы все равно все выросли там на видео, там, Донни Бернса и Гейна, да, там, 14-кратные чемпионы мира, и ты всегда вот как-то вот думаешь, что вот это будет так же. Сейчас, конечно, это уже так не может быть, наверное, другое время, но в этой истории так вот масштабно с таким именем хочется остаться, получится, ну, я, по крайней мере, до последнего буду стараться, насколько это возможно, в это вкладываться, это делать, а дальше, как Бог даст. Ну, и вторая, наверное, вот честно, она такая, какая-то, наверное, сказочная и, может быть, даже смешная, но я очень домашний и очень, наверное, семейный человек, несмотря вот на всю эту движуху в жизни, я вот тот человек, который, например, если там есть возможность пойти посидеть в ресторане потусить или посидеть дома, фильм посмотреть, я вот для меня счастье, это вот этот бокальчик и на фильм, чипсы, я любитель джанк-фуд, вот, и я буду очень счастлива, и мне вот мечта там, дом, семья моя, рядом я люблю вот эти все семейные застолья, вот эти все семейные тусовки, образ, знаете, как это вот про Рождество американские фильмы, когда вот эта вот елка все спускается вниз, вот для меня вот эта картинка, камин и вот эта вот вся семья вместе, и вот какой-то большой дом и там застолье какое-то, то есть вот эта картинка у меня часто в голове моей, и я вот мечтаю об этом, чтобы вот именно вот так было, чтобы вот когда, допустим, уже перекрочу танцевать, чтобы у меня вот это вот все как-то сложилось. Именно так сложилось, да, потому что сейчас, конечно, я в беготне, беготня, уезжаешь, и нету, не хватает этих моментов, а для меня эти моменты самые важные, потому что я прям чувствую, что я отдыхаю и набираюсь каких-то сил, то есть вот банально просто, ну, вот этот как-то American Dream, или как это назвать, ну, вот картинка. Да-да, я все понял. Именно вот это, да, моя, наверное, какая-то мечта, то есть, может быть, еще ребенка, то есть, если я успею, не знаю, вот, хочется. Топ-3 фильмов. Банально просто. Топ-3 фильмов. Ты сказала просто, вот, любишь посмотреть фильмы, сериалы. Да, да, нет, сериалы не могу, не хватает, осилить не могу. Очень люблю, как же он по-русски называется, да ноутбук это, который, ноутбук, ноутбук, дневник памяти, да, очень, ну, да, ты такой девчачий про любовь, все, что про любовь, да, для меня. Вот, этот фильм, не знаю, гладиатор. Да, скоро, кстати, выходит второй. В смысле? Правда, в ноябре этого года выходит второй, да, да. Рассела Кроу там не будет, но... Блин, ну нет. Ну, Рассел Кроу уже взрослый. Ой, не знаю, очень много фильмов, я обожаю фильмы, я обожаю, как вот, я не смотрела Open Gamer, да, правильно по-русски, но я пересмотрела все интервью по поводу этого фильма, все интервью с этим актером Келлен Морфи, да, то есть я пересмотрела все, и вот это так странно, то есть мне вообще интересно, когда актеры рассказывают там вот эту вокруг бежуху, как они вообще снимали это, и как они там в роли входят, то есть у меня вот, у меня вообще все, что связано с кино, меня завораживает. Не знаю, Форст Гамп. Классный фильм, офигенный. Все эти фильмы, конечно, там, Крестный отец, ну, все такие глобальные масштабные фильмы, я обожаю. Так, чтобы поплакать, чтобы там переосмыслить что-то. Спектр эмоций испытать. Для этого и нужно искусство. Да, 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 я вообще эмоциональный человек. Есть ли мечта, которая никогда не сбудется? Наверное, да, я не могу сказать. Да, есть, и даже, наверное, две. Но, хотя, честно, мы еще, как бы, жизнь долгая, кто знает. Разочаровывалась ли ты в людях? Да. Мне кажется, все. Да, разочаровывалась. И это самое ужасное. Честно, это самое ужасное. И я еще такой человек, который верит, вообще верит в людей и в хорошее в людях. То есть я, ну, как бы... За добро. Для меня, да, за добро. Для меня вот вообще кого-то не любить или кого-то не найти, для меня это очень тяжело. И причем даже я понимаю, что те люди, которые, допустим, которым у меня неприязнь или там кого-нибудь, они, наверное, со своей стороны тоже имеют свою правду. И они тоже, как бы, считают. И вот этот момент простить, наверное, самый важный. Мне кажется, это вот вообще людям надо учиться делать. И это путь, это дорога, это процесс, который, вот, например, я на данный момент в своей жизни вот пытаюсь как-то достичь этого. То есть простить кого-то, там, отпустить вот это вот разочарование, потому что вот это разочарование, оно на самом деле поедает тебя. И ты с этим живешь как бы не тому человеку плохо, а тебе плохо от этого. Надо отпускать, надо прощать, но непросто. Но я знаю, сто процентов уверена в том, что когда это ты сделаешь, и это получается, это огромное облегчение, то есть это облегчение и счастье. Потому что все равно, как бы, ну, не знаю, надо верить в любовь. Любовь спасет мне. Круто. Ты честный человек? В основном, да. В основном, да. Ну, то есть, там, я, скорее всего, слишком могу много там как-то выпалить, да, сказать, чем там как-то схитрить. Конечно, мы все иногда там что-то скрываем, хитрим, но я, наверное, скорее настолько просто эмоциональна, что я как, наверное, как открытая книга. Наверное, даже наоборот, надо быть иногда чуть-чуть помудрее, похитрее. Честно, вот надо. Счастье можно купить? Нет. Никак не. Ты счастливый человек? Да. Да. Хотя мне часто все говорят, что у меня есть какая-то грустинка, я люблю поплакать. Но это меланхолия, скорее всего. Да, может быть, да. Я вот, ну, я говорю, я... Опять, мои эмоции, это и дар, и в то же самое время это то, над чем нужно работать. Потому что иногда они так захлёстывают, что, допустим, ничего-то не происходит, а... Эмоционируешь, да. Вот, поэтому надо, надо над этим работать. Хотела бы жить вечно? Нет. Нет. Вроде как, да, и хочется. Я боюсь смерти. Есть у меня этот страх. Например, я очень боюсь летать. Я летаю постоянно, и у меня панические атаки на самолётах. Я прям... Не знаю, как с этим справиться, а летать приходится часто. И вот этот... Ну, мне часто задают вопрос, а чего ты боишься? Я говорю, ну, боюсь умереть. Если бы мне кто-то сказал, ты бы не умрёшь на самолёте. И то, и то, мне кажется, я не знаю, я бы боялась. Но вот этот страх смерти есть, но в то же самое время это, наверное... Наверное, я верю в какую-то, наверное, реинкарнацию. Я верю, что вот что-то куда-то дальше идёт. Да, и это какой-то, наверное, не конец. И, наверное, вот этот момент, не знаю, смерти, он, наверное, важный для души. Для цикла. Да, это как-то надо, это, наверное, мы должны что-то там понять, увидеть, пройти. Я как-то верю в души, я верю, что есть какая-то такая энергия. И что-то там, наверное, дальше есть, куда-то мы, наверное, улетаем. То есть, всё-таки, наверное, я бы хотела этот момент пройти. Любовь зла? Я знаю, как эта фраза, любовь зла, полюбишься козла. Нет, это вопрос. Любовь зла? Я спрашиваю тебя. На твоём мнении. А, это любовь зла, то есть, имеешь в виду, любовь это как плохая штука? Да, да, ну, типа того, да. Когда она настоящая, вот такая глобальная, нет, нет. Она, наверное, то, что вообще ради чего стоит жить. Ну, конечно, есть там страсть, есть там какие-то такие моменты. И, конечно же, часто мы думаем, вот там, любовь, это всё любовь. И там многие разочаровываются в любви. Я знаю людей, близких мне людей, которые разочаровались в любви. Ну, это не та любовь, значит, это не то. Потому что, мне кажется, когда прям настоящая любовь, она лечит, она тебя спасает, она тебя окрыляет, она вообще тебя двигает по жизни. Да? Ну, давай. Думала ли ты, что жизнь может сложиться иначе? Да, да. Да, я, у меня, у меня много моментов в моей жизни, которые я вот так вот думаю, ну, такого не могло в моей жизни быть, такого не может быть. Ну, как, не то, что очень много, но, да, вот есть такие моменты, которые я, ну, они, я знаю, точно для чего-то даны мне. И очень важно их пройти, прожить, как-то, наверное, это потом во что-то выльется. То есть я вот верю вот в эти все, ну, что всё не просто так, и всё это должно. То есть иногда не хочется это принимать, не хочется там во что-то верить, и начинаешь себя жалеть, да, как же так, а как такое может быть, да, вот я такая бедная, несчастная. Но вообще всё, значит, так, значит, это мне для чего-то дано. Я, конечно, стараюсь всегда вот это вот так вот видеть. Это не всегда получается, и очень часто накрывает, и очень часто думаешь, ты с этим не справишься. Да, и, ну, я помню, по молодости у меня даже были всякие такие мысли, что там, ой, жить не хочу и так далее, ну, такие загоны вообще сумасшедшие. Но сейчас, не знаю, во-первых, есть моё счастье, мой ребёнок, да, и это, ну, как бы, это вообще другой смысл жизни. Вот, и, ну, мне кажется, вот всё, что со мной происходило, я, вот, если бы я это не прошла, я, наверное, может быть, и такой сильной не была, и не была такой, какой я есть сейчас. И всё это, всё это круто, хорошо, что это происходит. Ты богатый человек? Да. Да, очень. Очень миллион. Не, ну, не знаю, мне, конечно, очень, вообще, ну, богатая, потому что у меня семья, у меня, правда, очень хорошая семья, я знаю, не всем это, как-то, не у всех это есть, там, и мама, и папа, и, хотя папа у меня сводный, но он папа-папа, вот, у меня вырастил, у меня сестра, у меня, не знаю, ну, как-то вот такая сплочённая хорошая семья, которая, когда я, я реально знаю, что, вот, будет капец, я буду в порядке, я буду реально в порядке, то есть, особенно, да, особенно мои родители, которые, вот, опять-таки, там, ну, понятно, делал, я зарабатываю, но если вот совсем, вот, ну, мало ли что, они, ну, всё, они мне помогут финансово и так далее, то есть, я знаю, что у меня, вот, есть вот эта опора семья. Жизнь и рутина? Иногда, да, ну, да, ну, я не знаю, значит, это бывает такое, когда до пятницы дойдёшь, такой, что-то, чему-то не хватает, надо что-то сделать, надо где-то что-то, может, с кем-то поругаться, ну, вот, ну, как-то так, не знаю, у меня она настолько насыщенная, что я бы, наверное, то есть, я понимаю, что для многих она рутина, да, мы всё равно там, но иногда я чувствую эту рутину, да, когда, там, в режиме тренируешься, тут работа, дом, все дела, но потом раз, там, и поездка какая-то, раз, ещё что-то, какая-то такая движуха, которая, после которой я бы, наверное, сказала, ой, можно вот, можно сходить на работу, там, с девяти до пяти, прийти домой, поужинать и, и вот быть вот в этой рутине. Мне, например, иногда прям очень не хватает этой рутине. Знаете, как у всех там на выходных куда-то выйти, тут всё, как у обычных людей. Я часто говорю, ой, можно мне, как у обычных людей, можно, я просто вот поживу вот так. Тренер – это лучшая работа? Тренер – это лучшая. Педагог, тренер? Ну, мне она очень нравится. Ну, то есть, я, я, конечно, не знаю, там, мне кажется, любая работа, когда ты её делаешь, когда ты на своём месте, когда это любимая работа, любая работа, наверное, как лучшая работа, я люблю свою работу. Мне вот тоже в этом повезло, и я люблю работать с парами, с людьми, хотя это непросто, иногда очень устаёшь от этого, потому что всё равно из тебя сосут эту энергию, это нормально, но мне это очень нравится. И плюс, когда ты профессионал своего дела, и ты знаешь, что ты говоришь, и ты знаешь, что ты, по-моему, то есть, это не какое-то вот, не знаю, что, Игорь, у нас столько, в нашем бизнесе столько всего, что, ну, в том плане даже там и не очень хороших педагогов, и тренеров, и когда ты понимаешь, что, блин, люди просто там пытаются как-то деньги заработать, но на самом деле ничего особо дать не могут, как бы это ужасно ни звучало, и не хочу опять-таки никого обидеть, но у нас этого много. Поэтому недаром, как я всегда говорю, надо вкладывать в своё развитие, на данный момент я вкладываю там свою карьеру, в своё имя, естественно, параллельно это и знания, и потом это надо как-то передавать, и это всегда будет, это всегда отплатится, это всегда как-то вернётся тебе, поэтому тренер, ну, для меня это лучшая работа, я люблю. И финальное, в чём смысл жизни? В чём смысл жизни? Я помню, Цискариза сказал такую классную фразу, кстати, вот тоже был задан такой вопрос, в чём смысл жизни, он сказал, что, наверное, остаться человеком, и я с этим очень согласна, потому что жизнь тебя постоянно то там, то там, то там, и люди меняются, люди становятся где-то, может быть, злыми, где-то ещё что-то, разочаровываются в жизни, в любви, во всём, да, и как бы это тяжело прожить эту жизнь, так скажем, вот, остаться добрым, хорошим, честным человеком, потому что иногда где-то тебя там предают, или там тебя хотят на тебя там, и ты, ну, люди меняются, люди как-то, ну, закрываются, все эти шрамы жизненные, они как-то тебя, как сказать, ну, формируют, формируют, да, остаться человеком, и, может, я не знаю, девчачья какая-то такая вещь, да, вот, любовь, найти, наверное, какую-то настоящую любовь, она непременно есть, и ощущать вот эту вот любовь вокруг себя, в себе, в первую очередь, научиться, потому что многие люди не умеют, не умеют любить, вот, странно, но реально не умеют дарить вот эти чувства, где-то стесняются, где-то боятся, где-то там ещё что-то, где-то какие-то свои комплексы, то есть научиться любить, научиться любить себя, научиться любить людей вокруг, и дарить эту любовь, и чтобы, ну, вот, когда ты чувствуешь, что у тебя вот на сердце хорошо, это тяжело сохранить в жизни, потому что всё время ты там, я говорю, то простить кого-то не можешь, что там на кого-то обозлился, то ещё что-то, то, ну, то есть постоянно эти передряги, и ты, конечно, постоянно, я не говорю, что все должны быть там святые, да и нет святых, да, но оставаться, стараться оставаться человеком, мне кажется, добро всегда побеждает зло, и если ты внутри действительно такой, то, мне кажется, как-то по жизни сохранить это, то ты проживёшь яркую, счастливую, такую тёплую жизнь. Класс? Классно. Спасибо большое тебе, Лера. Спасибо. Спасибо вам, дорогие зрители. Надеемся на ваши лайки, комментарии. Ещё раз спасибо за это честное, открытое интервью, которое, мне кажется, будет на века, будут пересматривать люди до дыр. Мне кажется, это очень круто, потому что у нас получилось такое очень душевное. Душевное, да. Ну, я, мне кажется, так должно быть. Я душевный человек, я говорю, можете задавать, я буду отвечать. Спасибо. Спасибо.